1990 год. 40-летняя Марлен Уоррен открывает дверь своего дома в Виллингтоне. На пороге стоит клоун с букетом цветов и шариков. Как мило. Высторгается Марлен. А в следующую секунду клоун достает пистолет и стреляет в лицо Марлен, а затем запрыгивает в автомобиль и уезжает. Следом бросается сын Марлен, но ему так и не удается схватить беглеца. Местная полиция позже найдет и машину, и волоски с парика, но технология ДНК того времени не настолько совершенны, чтобы дать зацепку. След убийцы вскоре простыл. Было несколько теорий, кто мог выстрелить в Марлен. Первой подозреваемой стала Шейла Кин, одинокая женщина, которая работала с мужем Марлен, Майклом. Хотя, по слухам, у нее была с ним интрижка, доказательств не было. Согласно другой теории, убийцей мог быть сам Майкл. Мужчина действительно был нечист на руку, его несколько раз судили за мошенничество, он даже отсидел за него 4 года, но мошенничество – не убийство. Он занимался подержанными машинами и вполне мог дать любую машину клоуну в аренду. После смерти Марлен все их немалое имущество досталось Майклу. Родители Марлен вспоминают, что их дочь говорила им, что боится Майкла, опасается, что он может причинить ей вред. Майкл, по ее словам, временами прибегал к физическому насилию. И Марлен подозревала, что у Майкла роман сшин. Один из работников Майкла вспоминал, что босс говорил, что хотел бы избавиться от этой суки и желал бы, чтобы никогда не быть на ней женатым. А еще он будто бы говорил кому-то по телефону, я покончу с этой сукой. После смерти Марлен полиции удалось установить, где убийца купила цветы и шарики. Продавцы супермаркета сказали, что, кажется, видели Кин, но никто из них не был уверен. Соседи указывали на Кин, она действительно одевалась клоуном и развлекала их детей, а также нередко навещала супермаркет. Убедительно, недостаточно, чтобы упечь человека за решетку. Неопровержимых улик, подтверждающих вину Майкла или Шейлы, ты не нашли. А это значит, что они остались на свободе. А в 2002 году, 12 лет спустя, Майкл Уоррен и Шейла Кин сыграли свадьбу. Тайную в Вегасе, где Шейла превратилась в Деби Уоррен. Шейла и Майкл отрицатели тот факт, что у них был роман. Парочка открыла ресторан и в целом жила обычной жизнью. Позже шериф комментировал это так, любое убийство ужасно, независимо от того, носит ли убийца клоунский наряд или нет. Забрать чужую жизнь, отвратительно, у нас ушло 27 лет на то, чтобы раскрыть это преступление. В 2014 году полиция вновь взялась за расследование, уже с применением новой системы взятия ДНК. Биоматериал, найденный на парике, принадлежал Кин. Более того, Кин даже не избавилась от парика, его отыскали позже в ее квартире. В 2017 году полиция задержали Кин и Майкла, когда те путешествовали по Вирджинии. Они выдвинули обвинения против Кин, которая в настоящий момент дожидается суда. Так дело, которое 30 лет считалось безнадежным, оказалось открытым. Множество дел, которые раньше считались холодными, в наши дни открывают заново, благодаря новым технологиям удается вычислить такие детали, которые невозможно было узнать раньше. Фото Facebook, Twitter, Shutterstock.